Первая Омская крепость была построена в 1716 году казаками по именному указу Петра I для укрепления и расширения границы Российской империи. Пограничная застава защищала тогда от набега кочевников. До 1782 года Омск оставался острогом. В 1894 году на левом берегу Иртыша образовывается речной порт. Это был одинокий стоящий деревянный дом, склад угля и шпалопропиточный завод. Вскоре около порта была построена небольшая паровая мельница, кирпичный завод и образовался хутор, населенный немцами-колонистами. Современный Омск – это один из крупнейших городов России. Административный центр Омской области. Город является вторым по численности населения в Сибири и восьмым в России. Сегодня Омск – это крупный транспортный узел, промышленный центр. Остановка пробега в Омске на сутки была обусловлена обширной программой. Мы находимся в парке «30-летие Победы» в Омске. Это крупнейший мемориал обосточной части России. И открывается этот парк скульптурой сибирячки. В 1965 году ветераны Второй мировой войны обратились к администрации Омска. Далее было обращение к каждому Амичу с просьбой поддержать строительство парка. Никто не просил денег, как это делается сейчас. Был лишь призыв выйти на субботник и другие работы, за которую оплату получил бы фонд, отвечающий за строительство. Замыкает эту символическую дорогу войны вечный огонь и центральная скульптура всего парка – это скульптура солдату-победителю, который держит в руках меч и лавровый венок. Великая Отечественная война стала для мечения легким испытанием. На плечи населения легла вся тяжесть приема около 200 эвакуированных промышленных предприятий, 60 госпиталей, десятков учебных заведений, театров, музеев и сотен тысяч беженцев. 22 июня 1941 года, в день нападения фашистов на Советский Союз, в Омске прошли многотысячные митинги. В районные военкоматы стали поступать заявления от добровольцев, которые просили послать их в действующую армию, на передовые позиции. В городе и области были сформированы 18 воинских подразделений, среди них 282-я, 264-я и 308-я стрелковые дивизии, 70-й батальон морской пехоты, батальоны связи и батальоны санитарного обеспечения. Война – это страшно. Ромное спасибо тем людям, которые принимали участие во всех этих действиях, в тылу, которые просто сопереживали за все это. Это были очень крепкие и стойкие люди. Прогулка по исторической части Омска оставила в моей памяти самые приятные воспоминания. Солнечная погода и неравнодушные слои работы экскурсовод, конечно, добавили впечатление. Впрочем, смотрите сами. А это самое старое из сохранившихся зданий в Омске. Год постройки – 1796-й. Бывшая Гаупт-Вактор, в настоящий момент военный комиссариат. В общем, смысл он поменялся. Прямо за моей спиной самый первый кинотеатр в Омске был построен в 1901 году и носил красивое название «Кристалл Паланс». Сейчас здесь располагается органный зал. Посмотрите, как не похож на органный зал в Кристалл. А вот это на самом деле образец того, как нужно строить. Здание более чем 200-летнюю историю имеет. Здание казначейства, естественно, строилось для того, чтобы было максимально защищено от пожаров. Не боится здание ни пожаров, ни разрушений, ни землетрясений. Обратите внимание, оригинальная ковка, сохранившаяся и кирпичная кладка, тоже выполненная по всем правилам строительства. 200 лет простоял, еще 200 лет простою. Так что, если занимаетесь строительством, приезжайте в Омск и посмотрите, как надо строить. Вот это место в Омске называется «Стрелка». Это как у нас, ровно как в Красноярске, только здесь сливаются две реки – Омь и Иртыш. Кстати говоря, именно на том берегу располагалась первая крепость, о которой я рассказывал. Она была разрушена спустя 50 лет после начала строительства, а второе фортификационное сооружение было уже вот на этом конкретном месте. Здесь городовой в Омске, лихо накручивают усы, и высота этого у него, вот такой золотой, как нос у нашего Поздеева. Здесь и сейчас хочу поблагодарить наших коллег, работников средств массовой информации, которые поучаствовали в освещении нашего проекта. За все время пробега радио и телевидение, печатные издания и интернет-порталы на территории не только России, но и Украины следили за нашим маршрутом. Практически в каждом городе, где мы останавливались, мы рассказывали о целях и задачах нашего путешествия. В Омске делали это в прямом эфире. Такое количество красивых, подтянутых, патриотичных, умных, интересных, интеллигентных людей я видел ни разу, разве что ни разу не видел. Крупнейший медиахолдинг МКР-медиа в крупнейшей в Омске сегодня встретил автопатриотов, телевидение, радио и интернет. Все работает на автопатриотов. Спасибо им за это большое. В Красноярске, кстати, МКР-медиа представлена сибирским одесским новостям. Эти новости уходят в прямом эфире. Я знаю, что у Дмитрия Анатольевича есть средства системы связи производства нашего предприятия. Да, конечно. Если ему потребуется, то он ими воспользуется. Экскурсия на радиозавод имени Попова завершала этот богатый на события день в Омске. Сегодня предприятие изготавливает и обслуживает военные и гражданские средства связи, системы автоматизации управления, акустические и аудиосистемы, средства учета энергоресурсов. Предприятие имеет закрытый режим, поэтому съемки там категорически запрещены. Но кое-что из деятельности завода можно узнать в музее, а нам можно показать это вам. Вот, видите, у тебя машина. Технологии будущего работают уже сегодня потрясающий интерактивный стенд, который позволяет нам заглянуть лет на 20-25 вперед, когда каждый человек, находясь в той или иной точке земного шара, может загадить в свой собственный личный кабинет и выбирать всевозможные данные тому, кому он захочет это сделать. Народный промысел в действии. Вон там, через дорогу, магазин. Хороший продукт. Красноярская телекомпания. Находится мечей в самом центре ИУФ. Партнеры проекта. Компания «Артик Тракс Россия». Расширяй свои границы. Сеть салонов оптики «Оптика Давыдов». Оптика с именем 292-03-74. Страховая группа «Надежда». Оформи полис страхования имущества и выиграй один из трех автомобилей. Официальный оператор мобильной связи автопробега, оператор с низким уровнем цен «Теледва». «Теледва» честно дешевле.